В Черное море вошел корабль 6-го флота военно-морских сил США. Об этом сообщается на сайте американских морских сил. Вхождение американского корабля в Черное море подтверждает нашу совместную решимость обеспечить безопасность на Черном море и укрепляет наши прочные отношения с нашими союзниками по НАТО и партнерами в регионе, сказала командующая 6-м флотом США вице-адмирал Лиза Франчетти. Отмечается, что корабль будет проводить совместные операции с союзниками для обеспечения безопасности и стабильности в Европе. Расскажите, что это за корабль, на что он способен и есть ли альтернатива или аналоги в России такому кораблю? Нет. Аналогов таких нет, как и других аналогов нет. Ни самолетов, ни кораблей, ни танков таких аналогов нет. Совершенно две разные. Технического уровня и профессионализма вооруженные силы, они несравнимые. Я знаю, на меня многие обижаются, но я человек военный, вы меня спросили, я вам отвечу. Этот корабль, я очень горжусь им, потому что, во-первых, я был на таком корабле, как десантник. И моя дочка служила на этом корабле, как... Она офицер. Она офицер. Она первый ее корабль был, вот этот, морского десанта. Второй корабль, на котором она служила, это был эсминец, который ударил по Сирии. Там тоже была командующая женщина, командир корабля. И командир 6-го флота у нас тоже женщина. Это очень опасно, кстати. Это миф, наверное. Это... Они серьезные женщины, я вам хочу сказать. Это корабль, это десантный корабль. Когда говорят, что мы его там потопим, и все... Ребята, если кто-нибудь из россиян слушает, не топите его, он вас потопит. Потому что наши корабли некогда не ходят одни, они ходят эскадрой. Поэтому этот корабль, он под прикрытием. Поэтому наша авиация активировалась над Черным морем, они смотрят. Там наверняка есть подводные лодки. И другие корабли эсминцы стоят в Средиземном море с томогавками, с гарпунами. Они охраняют этот корабль. Более того, на этом корабле полтысячи морских пехотинцев. Морские пехотинцы, это не монашки. Это самые агрессивные, самые ударные силы, которые мы имеем. Эти ребята, у них лозунг, если вы будете от нас бежать, просто умрете усталыми. И поэтому этот корабль очень сильно охраняется. Это корабль, где высаживается морской десант, врезается, окружает и захватывает какую-то территорию. Поэтому это очень такая... Острый показатель силы. Они не шутят. А что они хотят им дать понять США? Понять, что мы недовольны. Мы недовольны, что нас Россия подставила. Мы же гарантировали. Мы же были гарантором. Мудапештскими морями. Конечно. И вы тоже. Вы же с нами были партнерами в этом деле. Вы взяли нас вот так вот, как говорится, по-русски кинули. И если вы думаете, что американцы на это не обратят внимания, это ошибка. Обратят внимание. Поэтому мы больше и больше активизировались. Но это не сейчас.